Привет, друзья! Хотел поделиться с вами одной интересной штукой. Я думаю, вам понравится. Знаете, частое выражение такое употребляют. Эх, опять 25. Ну, когда что-то по новой, да, уже было, надоело давно. И снова надо с этим иметь дело, да, опять 25. Но дело в том, что зачастую мы не думаем, что мы произносим и откуда это происходит. И разобраться с происхождением выражения, опять 25, нам помогут специальные справочники по уголовной психологии и по уголовному жаргону. И, в общем, можно найти такое описание, что еще, ну, во времена уже так довольно прошедшие, да, ну, там, не знаю, при Советском Союзе, видимо, еще. Потому что уголовный срок именно в цифрах, вот срок наказания максимальный был 25 лет. После него только, так сказать, особо отличившимся могли дать пожизненное. Между пожизненными 25 годами не было никаких промежуточных сроков. Или то, или то, но пожизненное давали редко. И получалась такая ситуация. Зона, все отбывают, там свои, как бы, процессы происходят, своя иерархия, структура, свои авторитеты. И вот кто-то неугодный, и кого-то нужно убить, да, завалить, устранить, как угодно можно это называть. На культурном языке, на жаргоне, как угодно. И нужен исполнитель. Но там ведь довольно ограниченное пространство, где, ну, довольно все так видно, под контролем легко узнать, кто был исполнителем. Поэтому, ну, сам, так сказать, заказчик, там какой-нибудь авторитет, он не пойдет собственноручно мараться, да, и чтобы ему добавили срок. Поэтому находится кто-то, кто отбывает затяжкое преступление. Допустим, ему дали 25 лет. И он отбыл, там, года 3-4. Сейчас ему остается отбывать 21 год. Но он уже довольно взрослый, и он выйдет уже, ну, старым человеком, если выйдет, если доживет, да, с подорванным здоровьем на зоне. И поэтому ему, как бы, особо плюс-минус, там, 3-4 года разницы вообще погоды не делают для жизни. Вообще никак. То есть он выйдет, у него не будет ни друзей, там, ни родственников, никого. Здесь его дом. Ну, и к нему обращаются и говорят, так, давай ты будешь исполнителем, тебе там срок добавят, ну, мы тебя за это подогреем, да, это греф называется вот на этой терминологии, да. То есть, ну, мы там тебе, ну, там, ништяков всяких там подкинем, ну, и защита будет там, да, тебе и будешь больше в уважении. Ну, как бы, место свое там получше займешь, да, ну, как бы удружишь, так сказать, сообществу, да, удружишь авторитетом, вот, подсобишь в нужном деле. Вот, но, да, тебе за это накинут. Вот, и человеку такое, ну, вот, приходит такая весть, все знают про такую практику, и приходит вестник, к нему, так сказать, от паханов, да, и сообщают, слушай, ну, вот так, ну, отпираться, ну, как-то отказываться тоже не то. Потому что, как правило, таких потенциальных исполнителей, их там раз-два и обчелся, их не на выбор 50 человек. То есть, ну, если к тебе пришли, ну, надо, может, там, другой может, но он ненадежный, он может и настучать, его тоже валить, тут с одной проблемой не разобрались, да, еще вторая. То есть, вот, пришли к тебе, ну, давай, будешь ты, то есть, оно, в принципе, и не обсуждается, да, то есть, это, ну, как бы, нужно, да, нужно, как повинность такая. С другой стороны, тебя подогреют, ну, и человек, как бы, в этот момент, ну, представляете, да, то есть, он начал, вот, вычитать из своего срока, и 4 года он вычитал, 25, 24, 23, 22, 21, все-таки цифра, да, имеет значение. И ему говорят, вот, теперь это будет опять по полной, пожизненное не дадут, но добросят опять до полного. И он, как бы, в этот момент глаза уходят в прострацию, он вздыхает и говорит, да, что ж такое, опять 25. Ну, ладно, мол, ну, как бы, что, делать нечего, но его эмоциональное состояние, понимаете, человек в этот момент полностью переосмысливает, снова, как бы, всю свою жизнь задается такими философскими вопросами, заглядывает внутрь себя, и вспоминает свою молодость, и вспоминает там какие-то относительно недавние события, и то преступление, которое совершил, и какой дорожкой он пошел, и как он жил, и правильный он путь выбрал или неправильный, и как могло бы стать все по-другому, если бы тогда, когда-то в школе, он бы не прогулял уроки и сдал бы экзамен. Ну, знаете, то есть, у человека вся судьба перед глазами, и он так, в такую прострацию реально погружается, вот это вот все перед ним, но ничего уже не вернуть, и тоска, и тяжесть, и он говорит, опять 25. И вот именно от этого эмоционального состояния, оно, как бы, всем очевидцам так сильно запало в голову, так, ну вот, знаете, то есть, суть не в самих словах, а что они передают очень глубокое эмоциональное состояние, запало, и выражение стало, ну, плюс оно еще и рифмованное, да, стало расхожим на языке, и, собственно, употребляется уже всеми, никто практически не знает, откуда это пошло, но вот такая вот картина. Поэтому, ребят, ну, такое, если у вас там есть какие-то предубеждения, да, уголовный жаргон не хотите употреблять в повседневной речи, то тогда отказываетесь от этого выражения, ну, а в любом случае полезно знать, что откуда происходит, да, и какой смысл несут слова. Надеюсь, было интересно. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры подогнал «Симон»